Всем привет! Сегодня 25 марта, Московская область. Хочу сделать небольшой обзор рассады, которую выращиваю в квартире на подоконнике под лампами. У меня в основном здесь цветочная рассада, но кое-что уже буду вывозить сегодня в деревню. Итак, здесь на поддоне петунья. Сортов у меня здесь несколько. Это маме Лилак. Посев 23 февраля. Рассаживала из общей плошки. Я 17 марта. Выглядит довольно-таки хорошо. Приземистая такая. Уже, видите, дает боковые побеги. Конечно, я ее еще не прищипывала, потому что выглядит она очень хорошо. Здесь опера Суприм. 18.03 я ее рассадила из общей плошки. Это красный цвет. Чуть помельче. Здесь у меня еще ультраплюм. 18 марта я рассадила. Выглядит тоже довольно-таки хорошо. Приземистая, не вытянутая. Я люблю рассаду, чтобы она была такая, знаете, коренастая, жирненькая. Вот это дает, конечно, эффект. Это ламп. Это свечивание. Нет ламп, значит, петуния вся будет вытянута. Не сказала, что объем этих горшочков, наверное, 300 или 350 миллилитров. Я не рассаживаю петунию в промежуток, знаете, там, допустим, в 100-200 грамм. Сажаю сразу в большой объем. Просто аккуратно поливать, не залить петунию. И все. И можно сажать сразу в большой объем. Так, здесь у меня также и лабелия тоже выглядит. Посмотрите, довольно-таки хорошо. Это голубая. Всю лабелию высевала в таблетки 29 февраля. Вот она сейчас так прекрасно выглядит. Это фонтан. Рассадила я ее 18 марта. Каждую таблетку практически, может быть, чуть меньше, я рассаживала вот по таким стаканчикам. Это 350, а эти, по-моему, даже они по 400 миллилитров. Петуния выглядит, в принципе, вся хорошо. Вот она у меня здесь стоит вместе с лабелькой. Так, здесь у меня еще лабели. У меня 5 сортов я высевала. Это красная каскадная, это белая каскадная. 18 марта пересаживала ее из таблеток вот сюда. Выглядит очень хорошо. Подрастет. Буду, конечно, ее подстригать, чтобы кустилась. И уже из этих емкостей я буду высаживать ее на постоянное место жительства. Я не буду ее никуда переваливать. Здесь ей будет достаточно. Емкость довольно-таки большая. Так, здесь у меня опять петуния, но она уже поменьше. Это лилак white. Высевала 23... Неправильно я написала. 23 февраля я ее сеяла, а рассаживала 22 марта. Вот так неправильно дату написала. И выглядит, конечно, она значительно меньше, чем та первая, которую я вам показывала. Там маме лилака, а это маме white, то есть белая. Это какая разница, видите? Белая намного меньше. Она ее всходила дольше, чем лилак. Это петуния отражения. Очень красивая. 29 февраля высевала. 10 марта она взошла. 22 марта я ее пересадила из общей плошки в эти контейнеры. Они по, по-моему, 400 миллилитров идут, объем. Вот сажаю, видите, такую маленькую петунию. Сразу большой объем. Просто полив. Нужен полив верхний, то есть поверхностный. Чем больше будет петуния, тем, конечно, будет полив больше. Здесь главное ее не перелить. Так, это тоже, вот видите, маме white. Какая крохотуля. Ну, сейчас она после перевалки, сейчас она, конечно, пойдет хорошо. Это вот ультраплюм. Это уже посев как раз 3 марта я сеяла правильно. 22-го я ее пересадила по стаканчику. Так, здесь у меня сурфинья. Вообще маляпусенькая. Я высевала 5 семян. Они были дрожжированные. 4-го марта высевала. 13-го марта она у меня взошла. И 22-го марта я ее вот пересадила в такой контейнер. Они уже поменьше. Здесь, наверное, 250 миллилитров. Больно уж она совсем маленькая. Что хочу о ней сказать, что взошли все 5 семян. Но по итогу у меня вот осталось всего лишь 3. Вот раз, два, три. Вот третья самая такая еще красивая. Вот, самая побольше. А две остальных, два остальных семени, знаете, всходило очень интересно. Они все взошли. А два, они были, знаете, стебелек. А наверху была как просто зеленая шапочка. То есть семидоли не развернуло растение. А просто осталось как шапочка зеленая. Вот так. А эта сульфиния, она почему-то у меня какая-то желтая. Я не знаю, что с ней происходит. Я ее уже и так, и сяк. И все равно вот у нее листики почему-то такого салатового цвета. Не знаю, отойдет она или нет. Но, в общем, у меня получилось 3 растения. Здесь тоже вот петуния отражения. Хорошо взошла. Очень она мне понравилась по картинке. А это горе петуния Дэдди Блю. Сейчас я покажу картинку. Это, если помните, я, по-моему, 7 марта снимала видеообзор серосады. И вот кустовая петуния крупноцветковая Дэдди Блю. И я говорила, что из 15 семян не зашло ни одно. И уже последний я высевала в таблетку 5 семян. И зрительница канала, вот, к сожалению, я забыла, как вас зовут. Она говорит, Зоя, по-моему, в таблетке там было белое пятнышко. То есть, как будто всход. И я как раз в этот день уехала в деревню. Ну, думаю, приеду, посмотрю на эту таблетку. Может, правда, там что-то взошло. И действительно, вы знаете, приехала, и там прям проклюнулось одно маленькое семя. И вот Дэдди Блю у меня взошло из 15 семян одно растение. И так интересно оно всходило. Семидоли были... Семидоли было не два листочка, а три. Вы представляете, вот тоже, как интересно. Вот холю лелею этот сорт, чтобы хотя бы посмотреть, как он выглядит. Но все-таки взошло одно семя. И я этому очень рада. Хочу посмотреть, что и как. Так, а здесь у меня посеяно. Видите, еще ни всходов, ничего нет. Это посеяло Кобея лазовище. Свадебные купола. Семена просроченные. Возможно, что ничего и не взойдет. Ну, мне подарили этот пакетик с семенами. Я посеяла. Думаю, что оно у меня будет валяться. Вот. Посеяла 14 марта. Вот в такую ложку тоже стоит. Вот это вся моя питунья на этот год. Я в этом году немножко сеяла. Немного только для кашпо и для вазонов. Небольшое количество. И вот вся моя лобелька. Так, не показала еще самое тоже такое важное. Это лаванда. Высевала 3 февраля и присадила из общей плошки 19 февраля. И выглядит она сейчас вот так. Хорошее растение. Также к прежнему из 15 осталось 8. Не то, что осталось, а взошло 8 из 15. Это лаванда белая от биотехники. Схожесть средняя. Четыре 50 процентов практически зашло. Вот это вот самое последнее всходы маленькие. Видите? Значит, 3-го 0-2 высевала. 3-го 0-3 она у меня... Я ее только пересадила из общей плошки. Это вот прям последующие. Такие маленькие. Так, лаванду я прищипнула некоторые кустики, потому что как-то она в одну веточку, в одну веточку. В общем, видите, здесь макушечку прищипнула, но уже и не видно. Вот. И она вот так и запустилась. Объем уже маленький. Здесь стаканчики маленькие. Поэтому буду пересаживать ее на днях в пол-литровые горшки. Еще немаловажный момент. Это, конечно, уход за цветочной рассадой. Я не советую по удобрениям, особенно по минеральным, потому что я их не использую вообще. Земля в этих горшочках набита. Это приготовлено мною с осени. И сюда я еще подмешиваю обязательно биогумус, который производят у меня черви-старатели. Полив. Полив обязательный. И поливаю я один раз в два дня. Можно сказать поверхностно, потому что объем горшка большой. Растение еще маленький. Поэтому с поливами я не увлекаюсь. Дабы не залить растение, а петуния на это реагирует. Начинает сразу хлорозить и может вообще загнить. Дальше. Обязательно я каждый вечер беру распылитель и опрыскиваю растения. Так как я их выращиваю в квартире. Воздух сухой, поэтому увлажняю. При этом, конечно же, нужно лампы отключить, чтобы не пожечь листья у растений. Тем более у петунии, у лабели они такие нежненькие. Так, и так как я ее недавно совсем пересадила из общих плошек. Это там 17 марта, 22 марта. Через неделю я буду подкармливать ее биогумусом. Разведу биогумус в воде. Сделаю, так сказать, вытяжку. И буду проливать все растения. Опрыскиваю я сюда, на эту бутылочку, добавляю одну капельку HB101 и увлажняю по листу. Здесь единственная лаванда. Видите, сверху земля такая черная. Это уже подсыпала я биогумус. Ну, буду ее пересаживать, потому что объем, конечно, маленький. Вот весь уход у меня за цветочной рассадой. Выглядит, я считаю, что она довольно-таки неплохо. На этом подоконнике рассаду я тоже выращиваю под лампы. Это томаты. Семена замочила 8 марта. Высевала их 9 марта. В такие пластиковые ящики. Здесь нет дренажных отверстий. Субстракт торф агробалт без минеральных удобрений. Смешала с биогумусом. Ну, здесь сантиметров, наверное, 5 будет субстракта. Также выращиваю и сладкие перцы рассаду. Сорта здесь практически все высокорослые предназначены для выращивания в теплице. Один гибрид, который буду выращивать в ведрах для получения ранней продукции. И один очень низкорослый сорт. Это утенок. Я буду его выращивать в ногах у высокорослых томатов в теплице. Для тоже ранней продукции. Замечательный сорт. Лишь бы не забыть мне в этом году собрать с него семена. Эти две плошки я сегодня вывезу в деревню. Потому что буду рассаживать томаты по рассадным пакетам. Конкретно эти пакеты использую уже 3 года. Объем у них 0,9. Обязательно край я подкатываю с той целью, чтобы со временем можно было досыпать биогумуса и земли. Подсыпку томаты, конечно, очень любят. Пару сортов у меня плоховато, новых сортов плоховато взошли. Поэтому я еще чуть-чуть здесь досеяла. Очень плохо у меня взошла немецкая оранжевая клубника. Хотя я очень хотела этот сорт. Семена мне пришли из Европы. Взошло всего лишь одно растение. Вот, видите, я решила досеять. И, как видите, все сорта уже взошли. А вот немецкая клубника так у меня пока и не взошла. Ну, одно растение будет это хорошо, но я хотела бы, конечно, три, чтобы посмотреть и вкус, и урожайность этого сорта. Высела еще, посеяла еще один сорт перца сладкого. Еще он пока не взошел. Это мне зрительница прислала из Германии. В общем, сегодня я буду заниматься томатами. Томаты я рассаживаю самым простым способом. Беру рассадный пакет, набиваю его землей. Землю я готовлю с осени и добавляю сейчас еще, подмешивая, биогумус. Томаты заглубляю прям по самой семи дольки, поливаю. И они будут у меня расти в деревне на подоконнике без подсветки. Ну, так дальше. Овсяница. Выращиваю ее первый раз из семян. Посев был сделан 21 января и перевалка 23 февраля из общей плошки. Замечательно выглядит. Прямо она меня очень радует. Что самое интересное, я рассаживала в эти горшочки по две штуки. Смотрите, что самое интересное. Видимо, корни дают еще отростки. Видите, уже в контейнере три штуки. И это не в одном горшочке. Здесь вот тоже три образовалась. Как-то так. Замечательно. На днях тоже буду вывозить в деревню. Здесь уже нет смысла держать. И о чудо! Из чудесных. 24 февраля я сеяла камнеломку. 7 марта снимала видеообзор, что камнеломка у меня не взошла. Два пакета высевала и ноль результата. И о чудо! Представляете, буквально неделю назад, это, считай, прошел месяц, и камнеломка начала всходить. Посмотрите, вот маленькие такие семидольные еще всходики. Замечательно! Я очень рада! Здесь, наверное, будет около 30 растений. И если они у меня выживут, и я их высажу в будущую клумбу, это будет замечательно. Потому что камнеломку я очень хотела. Мне нравится это почвопокровное растение. Вот такие. Я добавила земли. Здесь было очень мало земли. Мне пришлось вытащить, добавить торф. Я смешала с биогумусом. И вот такие растюшки. Алятрис, который я высевала вместе с камнеломкой, он у меня не взошел. Я эту плошку уже высыпала в огород. Посмотрим, может быть, там что-то и взойдет прямо в огороде. Это мне посоветовали зрители канала. Сейчас я зашла с другой стороны подоконника, чтобы показать черенки фуксии. Такой сорт. Я общипываю еще до сих пор. Я решила, что перестану это делать в середине апреля. А пока пускай наращивать зеленую массу. Этот черенок я покупала на ВДНХ 29 апреля. Так он у меня хорошо уже разрушился. Очень красивая фуксия. Это я покупала черенки с рук. Такой сорт. Ну, очень он такой задумчивый. Долго растет, долго наращивает. Ну, очень-очень долгий цветочек. А это вообще капризный. Это Ампель-Ампель. Сейчас покажу сорт. Вот. Сохнет постоянно. Я уже над ним и танцую, и все делаю. Ну, такой прям он вредный. Не знаю. Может быть, зря связалась с этой фуксией. Именно с этим сортом. Очень капризный. Здесь я уже начеренковала фуксию. Сама сверху, которую обрываю, я просто сделала черенки. Здесь фиалка так красиво цветет. Эту фиалочку мне подарили на 8 марта. Вот так она цветет красиво. А у меня сегодня вечером в деревне большая работа предстоит. Буду рассаживать томаты парасадным пакетом. Пишите в комментариях, как у вас продвигается посадочный сезон. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!